Запись включена. Всем официально здравствуйте. С кем не знакомы, меня зовут Саша Челдрян. Я профессиональный фотограф и ретушер. И сегодня мы с вами поговорим про некоторые моменты, связанные с ретушью, в том числе уличного портрета, как и было заявлено. Но сразу надо оговориться, что стрим имеет рекламный характер, поэтому придется вам чуть-чуть и мне заодно тоже потерпеть некоторый очень недолгий момент продаж. Дорогая аудитория, просигнализируйте, пожалуйста, зелененьким статусом, кто уже бывал на курсах школы профайл, и красненьким статусом. Просигнальте, пожалуйста, те, кого можно было бы назвать свежей кровью. Многие бывали, но красные крестики тоже есть. Все-таки подавляющее большинство зелененьких галочек. Те, кто уже бывал. Снимаем статус. Смотрите, мы сегодня с вами будем касаться каких-то вещей фотошопных, фотошоперских. Я не буду пытаться вас научить, я буду ставить перед собой цель продемонстрировать и рассказать. Ну, потому что обучение предполагает собой систему, повторяемость, прочие разные вещи. И за два часа, отведенного нам с вами времени, я могу только показать, собственно, на практике, как все происходит. У нас, к сожалению, с вами нет времени долго и основательно сверливаться в теоретические фундаментальные вопросы на тему того, как все устроено, как все работает. Хорошо. Ну что ж, собственно, приступим. Быстренько расправимся с частью, которая касается продаж. Практика «Ретуши портреты». Мастер-класс Саша Щелдряна. Ура. Профайл «Скул» существует уже 10 лет на рынке. Я прям с первого года вместе со школой «Профайл». Мне за выслугу лет можно и за вредность давать молоко. В школе «Профайл» 60 курсов. Графика, фотографии, видео, 3D, аудио, искусство. Все это у нас есть. Умеем, знаем, практикуем. Так, ваш покорный слуга, профессиональный лауреат и автор. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня посмотрим уличный портрет. Если останется время, посмотрим еще студийный портрет. Поотвечаю на ваши вопросы, если они возникнут по поводу непосредственного материала и по поводу того, как все устроено в нашей школе. Если вы вдруг еще не знаете. Собственно, вот. Дальше нам предлагают сразу же перейти к ретуши уличного портрета. Но давайте мы с вами долистаем все-таки презентацию до конца. Потому что здесь в этой презентации, мы вернемся к этому еще в самом конце, есть некоторые плюшки. Как вы, наверное, видите сами, русским по белому написано, по черному. На все курсы по фотошоп до 30 апреля скидка 20%. Что значит на все курсы? У нас в школе выстроена линейка этих самых курсов по фотошопу. Из четырех курсов состоит линейка. Первые два курса ведет мой коллега Андрей Журавлев. Но вторые два курса веду я. Курсы последовательные. То есть первая, вторая ступень, третья, четвертая ступень. Без прохождения первой, второй ступени у Андрея Журавлева идти ко мне сразу на третью ступень очень рискованно. Вполне возможно тот вариант, что вы, как говорится, не первый год замужем за фотошопом. И прекрасно совершенно знаете и умеете все то, что рассказывает Андрей Журавлев на первой и второй ступени. В чем я на самом деле сомневаюсь, потому что он влезает в такие дебри, в которые сам не залезешь. Ну или редко кто залезет. Вот поэтому на третью, четвертую ступень ко мне, наверное, не стоит идти без ознакомления с материалом, который дается на первой и второй ступени у Андрея Журавлева. Поэтому если вдруг вы недавно в школе про файл и не знакомы с этим совсем и решили сразу прийти ко мне, подумайте 10 раз, почитайте на соответствующих страницах программу курсов, ссылки на которые сейчас скидывает администратор Александр в чат. Для того, чтобы вообще понять, насколько весь тот материал, который дается на первой и второй ступени у вас в багаже уже есть, он активно используется. Вы совершенно четко понимаете, о чем там в этих программах написано. В общем, ознакомитесь, пожалуйста, и сразу на третью ступень желательно не прыгать, потому что могут возникать проблемы. Потому что на материалах первой и второй ступени на своих курсах я не останавливаюсь. И зачастую бывает так, что для людей, которые не были у Журавлева, на моих курсах все звучит как китайская грамота, ничего не понятно, толку от этого ноль. Вот. Посему на все курсы, на мои и на Журавлевские, скидка 20% до 30 апреля. И, как вы можете прочитать ниже, только для участников стрима дополнительно скидка 3000 рублей. Я уже много раз ругался на предыдущих стримах на то, что мы еще чуть ли не доплачиваем за то, чтобы вы сходили на прекрасные курсы. Мне по-прежнему такая ценовая политика не вполне нравится, но, как говорится, мы люди подневольные. Поэтому с промокодом, вот с этой страшной буквенно-цифренной кракозяброй, вы можете получить еще дополнительную скидку в 3000 рублей. Вот. Почему здорово учиться в Profile School? Не знаю, чего тут они пытаются написать, но лучше, чем в Profile School, Photoshop в Рунете не дает никто. У меня обычно комплекс самозванца, но за прошедшие 10 лет именно в этом вопросе я могу совершенно честно и вообще ни разу в этом месте не смущаясь сказать, что... Не знаю, как и по остальным направлениям, но по Photoshop вы больше такого действительно нигде не найдете, потому что это реальные глубокие знания, которые построены, ну, я бы сказал, по какой-то такой институтской, может быть, структуре. Это прям основательная такая штука. Но это не будет просто. Это не будет просто. Здесь придется напрягать извилины и придется сильно потеть. Очень сильно потеть. Ну, как в спортзале. Хотите кубики, работайте. Так, гарантия качества на все курсы. Если после первых двух занятий вы поймете, что курс вам не подходит, школа возвращает всю стоимость обучения по первому требованию. Ура, ура. Так, все. У нас закончилась с вами презентация и продающая часть, поэтому мы с вами можем спокойненько переходить к непосредственному предмету. Подобного рода стримы у нас проходят периодически, поэтому в какой-то момент темы заканчиваются за 10 лет так. И вроде как старую тему не дашь, потому что на мастер-классе присутствуют обязательно люди, которые уже раньше были. Есть в том числе и вновь прибывшие. Короче говоря, тема заканчивается, поэтому мы решили переключиться на некоторую форму практики, разбора конкретных фотографий, что дает бесконечное поле возможности проведения подобного рода стримов. Ну и какие-то фоточки туда попадают. Разговариваем мы основательно и долго, поэтому фотографий немного. И сегодня жертвой стала вот эта фотография, которую мы с вами и будем пилить. Вы перед собой видите открытый уже в слое RAW. RAW абсолютно чистая. Здесь ничего нигде не понакручено. Давайте мы сразу применим коррекцию оптических искажений. Пара слов просто про фотографию, что нам с ней предстоит сделать, что она из себя представляет. Значит, это картинка из серии «Пойти пощелкать. Давненько не брал я в руки шашек». Просигнальте, пожалуйста, статусом. Кто сам фотографирует зеленым, кто особо не фотографирует и интересуется сугубо фотошопом, красный статус поставьте, пожалуйста. Красных статусов много, но и зеленых хватает. Для красных статусов следующий пассаж, может быть, будет не совсем откликаться и очевиден, но тем не менее. Ты находишь модель TFP и решаешь, что надо бы, хочется, вот когда хочется, да, пойти и что-нибудь пощелкать. Вот. И хочется тебе пощелкать с каким-нибудь дополнительным светом, например. Например, берешь с собой пару голов света, идешь на улицу и начинаешь все это дело снимать. Смотришь в экранчик и все тебе нравится, и все замечательно, здорово и хорошо. Смотря в экранчик на эту картинку, я для себя понял, что, о, мне все нравится по пятнам, по композиции, по контрастам, по свету, все прям здорово, круто. А потом пришел домой, слил все эти фотографии на компьютер, посмотрел и думаю, йо-ка, лэ-мэ-не, вот это, Саш, ты дал, сказал я себе. Потому что со светом здесь прям беда-беда. Здесь два источника. Один находится где-то справа, другой находится где-то слева. Правый помягче, левый пожестче. И таким образом вся та локация, в которой происходила съемка, устроена, что поставить источники освещения можно было только в определенные места и больше никуда. И по логике вещей, вот этот вот левый источник должен бы стоять сильно дальше от фотографа, чтобы давать более контровой свет. И очерчивать там ток волос, например. Либо этот самый источник мог бы стоять, наоборот, ближе к фотографу. И, ну, грубо говоря, выполнять роль заполняющего света. Зачем вообще нужны были здесь дополнительные источники освещения? Потому что снимаем против солнца. И без оных фронт, вы можете видеть в теневой части, вот здесь, да, фронт, то бишь лицо модели, получается темным. Мы, соответствующим образом, все это дело подлечиваем с помощью выносных источников освещения. Можно было бы левую сторону лица освещать чуть больше от камеры. Рисующий свет у нас боковой справа получается, да. Эта часть лица получается более темная, чем часть лица справа. Если бы у нас не было второго источника, она бы, эта часть лица стала бы совсем темной. Но этот источник стоит ровно там, где стоит. И модель стоит ровно там, где стоит. И в итоге этот самый источник левый начинает очень некрасивый рисунок давать. На маленьком экранчике фотоаппарата я это проглядел. Дальше модель двигалась чуть-чуть. Я двигался относительно модели. И в других каких-то ракурсах она поворачивала голову. И этот второй источник вполне себе нормально себя вел. Но вот этот конкретный кадр по взгляду, по соотношению фона модели оказался наиболее удачным. А свет на лице оказался совершенно ужасным. В этом смысле. Давайте посмотрим, почему он, собственно, ужасный. Вот эта тень от волос. Визуально, ну, во-первых, она очень четкая. И немножечко разрывает цвет теневой рисунок. И вообще не камильфо. Во-вторых, она дает диспропорцию лица. И было бы очень здорово, если бы она проходила, ну, вот типа вот здесь. Каким-то вот таким образом. Тогда бы она... Ну, то есть, чтобы вот здесь было светло. Тогда лицо станет нормальных пропорций. И все будет как надо. Вот. От этой тени надо избавляться. И еще более жуткая штука. Это вот это. Вот оттуда светит этот самый источник. И получается, что глаз, он немножечко выпуклый, да, вместе вот с этой надбровной деталью лица. И они, собственно, вот это вот место получает блик от вспышки. Вот это все место начинает преграждать дорогу свету и отбрасывать вот эту тень. Тут ресницы. Вот эту вот тень. Тоже жесткую. И это тоже очень нехорошо выглядит. Дальше, да, вот эта вся часть загибается в носогубке сама под себя. И тоже начинает на надгубную часть отбрасывать вот эту вот тень в виде усика. Тоже с четким совершенно краем. И все это ужасно. И с этим надо что-то делать. И можно было бы... Ну, что можно сделать? Либо с этим смириться. Нет. Либо отправить кадр в корзину. Нет, потому что со всей съемки он мне показался, кроме этого момента, наиболее удачным. Поэтому, как это... Посыпав голову пеплом на тему того, что и на старуху бывает проруха на стадии съемки. И как хорошо, что я профессиональный ретушер, помимо всего прочего. Обычно наши с вами разговоры и наши с вами кейсы сводятся к убиранию каких-то несовершенств на лице, которые имеют отношение к возрасту, к качеству кожи, ну, к каким-то таким вещам. Здесь же мы с вами будем бороться с косяками фотографа, да, то есть с косяками света. Это первый момент, на котором мы сконцентрируем внимание. Ну, и он будет, кстати говоря, не очень сложным технически, то есть совершенно не сложным технически. Те люди, которые бывали на курсах, у меня совершенно четко могут ответить, какой метод мы будем использовать для того, чтобы это все исправить. И сейчас по мановению волшебной палочки выпускники напишут этот метод в чате. Дорогие выпускники, как мы будем бороться с теневыми усами, теневыми вот этими и теневыми вот этими жуткими вещами? Доджин Берн отвечает Татьяна. Совершенно верно. Но мы с вами предварительно... Спасибо, ребята. Все, разумеется, правы. Предварительно нам с вами надо отконвертировать эту картинку. Вот так вот выглядит ее конвертация. Сейчас посмотрим, что тут можно поделать. Значит, накануне съемки листал я запрещенную на территории Российской Федерации социальную сеть. Нельзя грамм. И, ну, подписан я там на всяких разных, на Лейбовец подписан. И что-то я как-то завис над какой-то очередной фотографией Лейбовец. Не то, чтобы я увидел что-то принципиально новое. Но вот что-то как-то я на нее обратил внимание. И в очередной раз подумал, типа, чем она отличается от всех остальных. И просто выделил для себя какие-то там некоторые черты. И какие-то черты из ее стилистики я решил чуть-чуть имплементировать к себе. Не в том смысле, что мы пытаемся закатить под Лейбовец. Нет, конечно. Но, тем не менее, в результате анализа что я увидел? Ну, во-первых, все в резкости. Все в тотальной резкости. Если обычно на улице я снимаю с открытой диафрагмы, чтобы задничек ушел, прости господи, в боке, то здесь я решил, что почему, собственно, не попробовать и не поснимать на диафрагме 8. Вот. Снимал на диафрагме 8. Естественно, никакого фокус-стекинга там я не делал, что, кстати говоря, Лейбовец делает, да, у нее не просто закрытая диафрагма, у нее еще и фокус-стекинг. То есть, снимается с штатива отдельно сначала фон без героя. По фону проходится, она, судя по всему, с разной фокусировкой в разных местах. И потом сшивает все по резкости фон, чтобы фон был весь тотально резкий. Даже там, на дальнем плане, у нее все в резкости. Вот. Ну, мы тут просто прикрыли диафрагму до восьмерки. Это первый момент. И второй момент. Я обратил внимание, что у нее картинки все, как ни странно, довольно серенькие, неконтрастненькие. По сравнению с, ну, большинством других картинок в интернете, да, фотографии, ну, в достаточной степени неконтрастные. И работает она пятнами. И, то есть, как она создает контраст? Она создает контраст пятнами и светотеневым рисунком, а не ползунками. Ну, то есть, это не количество тоновых уровней между самым темным и самым светлым. А, в принципе, постановка темного на светлый, светлого на темный. И, если речь идет не о центрах внимания, а о том, как светотеневый рисунок себя ведет, ну, вот он рисует не суперконтрастно по параметрическим, по параметрическим вот этим вот сколько-тоновых уровней между темным и светлым. А, собственно, откуда, какой источник, чего нам рисует. Вот. И, помимо всего прочего, у нее очень высокая проработка теней. То есть, все темные объекты у нее очень хорошо проработаны. При всем при этом, конечно, за счет низкого параметрического контраста фотография может выглядеть чуть более плоской, чем она могла бы выглядеть при более высоких параметрических значениях контраста. Но, нет, она не скатывается в плоскотню. И было совершенно мне очевидно, что вот при этой проработке теней, при проработке детализации в тенях, у нее не играют ползуночек Shadows. Потому что ползуночек Shadows для того, чтобы все так было хорошо проработано в тенях, нужно дернуть очень сильно. А когда мы очень сильно с вами двигаем ползунок Shadows, то бишь, ToneMapper, у нас картинка... Ну, таким образом устроен алгоритм, что он при сильном воздействии, при сильном поползновении ползунка Shadows, он приводит к очень плоской рисованной картинке. А у нее объем сохраняется. То есть, тени проработаны, но это не Shadows, суть по всему. Ну, и тонировочка. Тонировочка. Вот это вот все сине-зелененькое в тенях, чуть-чуть зелененькое в принципе, при этом какой-то совершенно нормальный вид кожи. Хотя тоже супер неконтрастный. Вот. А на тему замечания, что у Лейбовиц все идет в печать, да, наверняка. Но у меня есть ощущение, что с бюджетами Лейбовиц и с тем количеством людей, которые у нее задействованы на любом проекте, и на препродакшене, и на продакшене, и на постпродакшене, она могла бы, если бы считала нужным и правильным, вполне себе делать более контрастные версии для онлайна. И делать менее контрастные версии для печати, которые на печати бы смотрелись настолько же контрастными, насколько подконтращенные версии в сети. Однако она этого не делает при наличии всех тех ресурсов, которые у нее есть. Поэтому я думаю, что причина не в этом. И это не потому, что у Лейбовиц почти все идет в печать, а потому что Лейбовиц хочет, чтобы зрители видели ее картинки вот в таком виде. Так, экономия должна быть экономной, прекрасный советский лозунг, который, слава богу, в капиталистическом враждебном мире не используется. В том виде, в котором должен был бы использоваться на утопическом, не случившемся советском пространстве. Так, давайте же... Собственно, я дал всю эту большую подводку. Мы с вами что тут будем делать? Мы будем пытаться проработать тени. И мы будем пытаться добиваться вот этого зеленушно-синюшного какого-то вида картинки. Просто попробуем на зуб, так сказать, как это все могло бы выглядеть. Собственно, по глобальным каким-то характеристикам у нас есть местами легкие вылеты. Вот здесь на руке это открытое солнце, контровое. К сожалению, тут как сильно мы не будем пытаться чего-то убирать, там информации никакой уже нет. Это практически полный вылет, ну да и черт бы с ним, его на картинке не так много, руками сюжет назначим. В остальном картинка нормально проэкспонирована, в ней все хорошо с контрастами, с балансом белого и с прочими разными вещами. То есть, по большому счету, можно было бы прям так ее ретушировать, если бы перед нами не стояли определенные, поставленные нами специфические художественные задачи. Итак, как прорабатывать тени? Если мы сильно тянем ползунок шедузов, картинка начинает становиться плоской, поэтому так мы не будем делать. А мы с вами залезем для проработки теней в кривые. Причем кривые мы с вами будем использовать не точечные, а параметрические. Есть точечная кривая, совершенно нам привычная, да, где мы ставим точечку и ее куда-то двигаем. Есть вот такие вот кривые параметрические, которые работают ползунками, и ползунками здесь в данном случае будет работать удобнее. Я протестировал, методом-то и не назвать, протестировал эту операцию на большом количестве кадров. И да, судя по всему, это ходовой вполне себе прием, потому что проработка теней становится похожа на ту, которую я видел, собственно, у Лейбовиц. При всем при этом надо обязательно, конечно, сказать, что из того, что я видел с бэкстейджей какие-то, да, там, какие-то картинки снимает она на цифрозадник, судя по всему. Большая вот эта вот бандура, совершенно неважно, какой там она фирма или чего-то, Хасельблат это или еще кто-то, неважно. Смысл в том, что цифрозадник, он за счет размера матрицы, физического размера матрицы, в нем пиксели, да, светочувствительные элементы напиханы не так близко друг к другу. В общем, за счет физических размеров, за счет специфики технической этого самого цифрозадника, на вот этих вот цифрозадниковых камерах гораздо выше динамический диапазон. Поэтому еще и это тоже будет играть на проработку светов теней. Мы с вами что делаем? Мы с вами смотрим вот сюда на этот клинышек, на этот тоновый диапазон и видим, что тремя кружочками он разделен на четыре части. Первая часть, вторая, третья, четвертая. Это, собственно, тени, три четверти тона, полутона и четверть тона, которые ползунками здесь и регулируются. Но за счет вот этих вот кружочков мы с вами можем регулировать, что конвертер будет считать тенями, а что другими частями тонового диапазона. Мы вот так вот влево чуть ли не до конца угоняем вот этот вот шарик и получается, что теперь ползунок Shadows будет видоизменять только ту часть тонового диапазона, которая у нас слева до кружочка. То есть вот так все вот это трогал бы ползунок Shadows, а вот так мы ограничиваем только самые темные тени, собственно, подтягиваем этот самый ползунок. И получаем детализацию в тенях, при этом точка черного у нас с вами есть в самых глубоких тенях, да, все это дело есть. Мы получаем хорошую проработку теней без уплощения картинки такого, какой бы дал ползунок Shadows. Можно чуть-чуть нивелировать еще вот так все это дело, но чтобы не совсем резко кривая изгибалась в зоне перехода от теней к три четверти тонам. Поэтому мы Darks тоже чуть-чуть сделаем посветлее. Получим то, что получим. Дальше можно будет это все дело подрегулировать. Когда мы с вами будем делать подобного рода манипуляцию на каких-то фотографиях, на большинстве из них мы будем приходить к довольно такому серенькому результату. И там, где будет хорошая проработка в тенях, у нас будет в любом случае это отражаться довольно негативно на хроматике. Все становится немножко таким сереньким в плане цвета. И это совершенно нормально. Нормальная история, потому что в теневых участках насыщенность сама по себе низкая за счет физики ее законов. Посему все то, что серенькое, мы будем красить. Опять же, если мы смотрим на Лейбовец, у нее совершенно читаемо присутствует тонирование. Я большой поклонник такой штуки, как луты, уже очень-очень много лет. В том числе покрасочные луты. Но здесь я не буду использовать покрасочные луты. Вот они у меня тут много разненьких. Просто потому, что я хочу какой-то конкретной вещи. Поэтому я зайду в Color Grading, который на самом деле практически всегда был в конвертере. Только его в какой-то из относительно недавних версий АЦР и Lightroom переработали вот в такие колеса. Раньше этот блок, функционал этого блока выполнял другой блок, который назывался Split Toning в старых версиях Lightroom и АЦР. И там можно было баланс белого в тенях отдельно регулировать и в цветах отдельно регулировать. То есть подкрашивать цвета в одно, тень в другое. Адобовцы пошли немножко подальше и, собственно, добавили к теням и цветам еще и меттоны. То есть среднюю часть тонового диапазона. Таким образом они расширили возможности этого инструмента. Собственно, давайте им воспользуемся. Подкрасим тени во что-то синенькое. Меттоны во что-то голубенькое. Цвета подкрасим во что-нибудь тепленькое. Увидим такую жуткую совершенно картинку. Но поправим с вами это дело. Есть у нас ползунок баланса. Баланс это некоторые такие весы, которые сообщают конвертеру, что из тонового диапазона считать тенями, а что цветами. Мы с вами сдвинем этот ползунок вправо. И таким образом мы как бы будем в этом месте сообщать в программе, что, пожалуйста, дорогой, считай тенями меньшую часть тонового диапазона. И то, что мы с вами понакрутили в этом самом тонировании, теперь начинает распространяться на более темные участки. И в этом случае это будет выглядеть менее жутковато. Давайте тени все-таки сделаем обратно потемнее. Вернем контраст. Наверное, слишком сильно мы его выгнули. Здесь вот есть ползуночки, которые позволяют соответствующие участки тонового диапазона по экспозиции делать светлее и темнее. Я тени, немножечко самые глубокие тени, сделаю чуть-чуть потемнее. Что сделаю дальше? Дальше я, наверное, чуть-чуть поправлю баланс белого. Потому что немножечко начинает портиться цвет лица. Я сделаю всю картинку чуть-чуть потеплее и, может быть, чуть-чуть все-таки позеленее. Потому что у нас есть с вами определенный референс. Вот этот Лейбовицовский. Хочется чуть-чуть в те степи попасть по этим самым оттенкам. Баланс белого угоняю в чуть-чуть более теплый. При всем при этом тонирование теней у меня остается каким-то синеньким. То есть, неважно, насколько теплым будет баланс белого. Поверх этого баланса белого инструмент color grading будет накладывать на картинку нужный нам цвет в определенную часть тонового диапазона. Только надо иметь в виду, что этот цвет будет вмешиваться условно полупрозрачно, полупрозрачным каким-то образом. Это будет означать, что если мы вмешиваем прям синий-синий и вмешиваем его в картинку с желтым балансом белого, то этот синий будет приобретать циано-зеленовые оттенки. Зеленовые. Вот так вот. Чего хочется сделать? Хочется немножечко подкрутить цвет лица из желтого в чуть-чуть более розовый. Я обычно для того, чтобы эту манипуляцию совершить, пользуюсь Green Primary Hue вправо. Вообще, Camera Calibration, вот этот вот блок, это на самом деле channel mixer. И вот эти вот первые ползуночки в каждой секции, Red Primary, Green Primary, Blue Primary, Hue, это аналоги того, как если бы мы в инструменте channel mixer привносили присутствие конкретного из каналов в два других. Влево в красный, вправо в синий. В данном случае, да, в случае с синим, если мы ползунок будем двигать вправо, мы синего канала будем привносить в красный, влево в зеленый. И красный ползунок, да, то есть красного канала мы будем привносить куда? Вправо в зеленый канал, влево в синий канал. Если мы с вами привнесем зеленого канала чуть-чуть в синий канал, это значит, что в синем канале кожа будет чуть-чуть больше похожа на кожу в зеленом канале. В зеленом канале кожа светлее, чем кожа в синем канале. Соответствующим образом, в синем канале кожа станет немножечко посветлее. То есть, станет немножечко прохладнее, немножечко пофиолетовее. А в случае с желтой кожей немножечко розовее. Совершаю этот маневр и вижу, что немножечко у меня кожа приобрела какие-то розоватые оттенки. Хочется теперь немножко разогнать контраст вокруг средней части тонового диапазона. Самые глубокие тени у нас с вами защищены кривыми. А здесь ползунок контраста я могу вполне себе дернуть. Кривые продолжат быть защищенными, тени продолжат быть защищенными кривыми. Им ничего сильно не грозит. Какая-то проработка у нас сохраняется в этих самых тенях. Поэтому здесь ползунок контраста мы вполне себе можем с вами дернуть. Полетели у нас вылеты побольше, чем это было раньше. Можно чуть-чуть опрокинуть whites. А можно зайти в непараметрические точечные кривые и немножко утопить точку белого. У нас тогда этот пик потихонечку отползает влево. И ничего у нас с вами уже таким образом вроде как и не вылетает. Вылетов никаких не происходит. По гистограмме все ровненько. Красный канал у нас где-то в самых глубоких тенях чуть-чуть совсем западает. Давайте мы чуть-чуть blacks оттянем обратно. Вот так вот картинку еще чуть-чуть подтеплим. Ну, чтобы уж совсем чистенько все делалось, чтобы у нас не было вылетов по гистограмме. При всем при этом картинка покрашена в нужные нам оттенки. Вот это вот какая-то, да, такая. Желтый цвет присутствует слегка с зеленцой. Зелено-циановые оттенки присутствуют. В тенях у нас хорошая проработка. Посмотрим до-после. Даже еще контрасты я бы влупил. Ну, нет, надо себя сдерживать. Надо себя сдерживать. Вот таким вот образом мы с вами все это дело оттонировали. За счет, собственно, вот этих вот незамысловатых инструментов, которые у нас в Color Grading сидят. И мы не воспользовались с вами шедузовыми highlights, потому что если бы мы с вами ими воспользовались, мы бы с вами пришли к изображению гораздо более плоскостному, гораздо более рисованному, необъемному и все такое прочее. А вот неиспользование шедузов и highlights позволяет всех тех же самых целей достигнуть гораздо менее пагубными для картинки методами. Ну, почти я попал в свою изначальную цветокоррекцию. В моем случае, в первоначальном, она еще зеленее. Давайте еще зеленее сделаем ее. От нас не убудет. Ну и с этим уже будем работать. Или может быть не надо, или надо. Давайте не будем, ладно, давайте не будем. Так, теперь, собственно, да, начинаем все это дело до джинбернить. Нам надо избавиться вот от этой вот тенюшки, точнее, край этой тенюшки перенести сильно левее. Обратите, пожалуйста, внимание, что эта тень изгибается по форме лица, да, то есть вот здесь вот скула, тут у нас бугорок, здесь у нас подскуловая выемка, здесь у нас бугорок в обратную сторону, тут у нас скула загибается в висок. В общем, все это очерчивает форму лица. Нам предстоит аналогичную сделать форму, то есть не прямую вот такую, да, а постараться все-таки это соблюсти, как бы оно выглядело вот в этом месте. Там форма лица уже чуть-чуть другая. Мы с вами это будем стараться делать. Можно делать прямо так в рукопашную и сразу идти в джинберна, можно сделать вот что. Я сделаю new smart object, твоя копия. Зайду еще раз в RAV converter и подниму экспозицию теневого участка. Ну, лучше из RAV доставать осветленную информацию, там эта информация будет качественнее, ее будет больше. В масках я возьму, так, двигайся, select object. И вот таким вот образом выделю эту тенюшку и Photoshop, ACR, точнее, совершенно верным образом поймет, что я хотел выделить. Магия. Что делаю? Поднимаю экспозицию. Это все проходит не очень здорово в нижней части, поэтому нажимаю subtract, вычесть из маски. Что будем вычитать? Радиальный градиент. И радиальным градиентиком аккуратненько запрещаю этому осветлению проходить на нижнюю часть тени. Прежде чем доджинбернить в Photoshop, я себе чуть-чуть помогу в конвертере, да, чуть-чуть подосветлю. Вот эти вот места уже, ладно, буду в Photoshop делать, а вот здесь помогу себе. У меня заодно, поскольку у меня тонирование в грейдинге идет, у меня в тени попадают синюшные оттенки, привнесенные туда, собственно, этим самым грейдингом. Как только я экспозицию в этом участке приподнимаю, синюшности туда заходят меньше. Поэтому это будет сподручнее сделать так. Тут, безусловно, есть определенные артефакты, потому что тень изначально внутри себя не совсем однородна. Там вот была такая прогалена света, тень с выбоиной между прядками волос, да, туда немножко света проходит. Ну, ничего страшного, мы это заретушируем. Поэтому вот так вот я себе помогу. Что я сделаю дальше? А дальше, собственно, буду в рукопашную со всем этим делом бороться. Я положу маску белую на этот слой и черной кисточкой самую левую границу тени обратно проявлю. У меня под текущим слоем лежит аналогичный, только там, где тень есть. Все-таки там, где волосы уже, грубо говоря, соприкасаются с лицом, вот в этих местах, мне эта тень нужна. Пускай она там будет. Но мы ее еще с вами смягчим, чтобы она не была жесткой. Без маски, с маской. Что делаем дальше? Дальше, видимо, саму вот эту вот границу мы с вами сотрем хиленбрашем. Потому что там есть, помимо всего прочего, еще и фактурные изменения. Фактурные несостыковки. Ну, потому что вот эта вот функция Select Object, да, с краями маски она поработала так, как смогла. Поэтому есть несопоставление по фактуре. Мы его с вами хиленбрашем устраняем. Здесь сложная область, потому что здесь нам надо с вами воспроизвести продолжение блика. А в бликах фактура всегда наиболее сильно проявлена. Пока это выглядит жутковато, но вся эта операция решается не в один присест. Поэтому мы пока накидываем себе то, с чем будем дальше работать. Многоходовочка. Так, немножечко сгладили уже. И теперь можно было бы выпускать Dodge & Burn. Softlight слой. Dodge Tool. Те пятна, которые я хочу осветлить, я осветлю. Те пятна, которые захочу затемнить, я затемню. Потом еще отдельно чуть-чуть с хроматикой поработаем, потому что она тут тоже все-таки местами поползла. Хроматика – это цвет. Совокупность насыщенности и оттенка. Контур лица можно даже немножечко подчеркнуть. Продолжение следует. Продолжение следует. Евгений спрашивает, почему эту же покраску не сотворить кривыми в АЦЛе? Можно, но это будет немножечко сложнее. Вам нужно довольно четко понять соотношение комбинаций кривых, для того, чтобы получить ровно тот оттенок и ровно ту насыщенность этого оттенка, которую вы вмешиваете в те или иные части тонового диапазона. Ну, например, чтобы вмешать, допустим, оранжевый, вам нужно будет привнести, убрать синего, привнести красного и, может быть, убрать зеленого. Вам надо будет двигать три разных кривых, и вам надо будет добиваться с помощью соотношения разности подвижек каждой из трех поканальных кривых. И с учетом того, что вам надо и оттенок держать, вот такой оранжевый, а не грейпфрутовый, и не желтый. А еще вам может захотеться, после того, как вы нужный оттенок найдете, насыщенность этого оттенка тоже определенным образом варьировать. И это будет опять подвижка этих трех поканальных кривых, опять с новой интенсивностью вы заколебетесь выстраивать баланс. В то время как ползуночкам колоргрейдинга вы сразу выставляете нужный цвет и можете ползуночкам регулировать насыщенность. Технически возможно это сделать кривыми, просто это дольше времени. Дольше по времени. Можно так не страдать. Вот. И я не уверен в алгоритмике, потому что вполне возможно, что в грейдинговом инструменте, вот в этом блоке, что там зарыты какие-нибудь HSB-шные модели, когда те или иные вещи у нас прокрашиваются, например, в аналоге режима Color. В то время как подвижки на кривой, они соответствующим образом не HSB закручены. И совершенно точно можно добиться очень похожего результата. Но прям вот такого же, черт его знает, он будет слегка отличаться. Ну и в любом случае достижение подобного результата будет дольше. Через кривые. Но технически это возможно. Вот здесь еще тенька такая же, да, вот от этого бугорка побежала. Мы ее тоже с вами осветлим и сгладим. Евгений, если вам проще нарисовать с нуля, нарисуйте. Если бы я сейчас работал молча, то к нынешнему моменту было бы уже готово 10 таких фотографий. Я же вам тут пытаюсь глаголить что-то. С чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому возни на самом деле в 25 раз меньше. Схлопываю все на новом слое. Перевожу в режим наложения color. Вооружаюсь миксер-брашем. И в какие-то синюшненькие места из близлежащих областей привношу нужной хроматике. То есть выкрашиваю бывшие тени во что-то чуть более человеческое кожаное по оттенку. Самую глубокую тень вот здесь убирать не буду. Иначе у нас будет совсем плоско. Даже если... Нет, чуть-чуть еще подосветлю. Не буду слишком сильно увлекаться. Постараюсь во всяком случае. И вот эти блики от открытой вспышки тоже немножечко прибью, смягчу их. Давайте я предварительно их чуть-чуть по фактурке подотру по мелкой. Они формообразующие, поэтому здесь надо найти какое-то идеальное соотношение, чтобы они как будто были, а как будто не были. И так далее. Смотрите. так и чуть-чуть прокрасим вот здесь забыли так что еще здесь следует сделать давайте немножечко смягчим правую по кадру носогубку свет стоит боковой довольно контрастный и тут же корректирует цвет миксером по слою в колоре кожа сама по себе в достаточной степени чистая это не close up поэтому сильно выравнивать кожу где-то я не буду она вполне себе презентабельно чуть-чуть приберу также блик на левый по кадру носогубки и тоже скорректирую по хроматике и и и и и и и и и Продолжение следует... Так, мне не нравится вот здесь рыжее пятно. Чуть-чуть его надо обесцветить подтаскиванием более серенькой информации с левого теневого фланга. Прибрали свет на лице, исправили некрасивый этот самый светотеневый рисунок. Все ликуют и поют. Все при этом постарались, чтобы лицо не выглядело плоско. Давайте я еще совсем чуть-чуть придавлю височный блик, чтобы он вроде сохранился, а вроде и нет. Тоже его смягчу. Как если бы там стоял не горшок, а что-нибудь чуть помягче. Так, примерно как-то так. Тот прием, который и тот прецедент, который на этой фотографии был, показал. Можно еще вот здесь чуть-чуть осветлить, тоже приглушить контрасты. Продолжение следует... И получить какой-то приемлемый в итоге по лицу свет. Можно дальше заниматься украшательствами, подрисовывать чуть-чуть под скуловые впадины. Чуть-чуть тут подтемнить. Но в этом случае нам потребуется... Давайте я сделаю дубль. Потребуется немножечко синюшного принести в то, что уже не такое светлое. Потому что тени у нас оттонированы в прохладный. Так, и мы эти два слоя сбросим по непрозрачности, чтобы они проходили совсем чуть-чуть. Вот так вот сделаем. Это у нас под скуловая тенька. Можно с ней, можно без нее. Пырым, пырым. Dodgen Burn всемогущий. Если понимаем примерно, как свет должен распределяться, а как не должен. Если плюс-минус понимаем, каким образом должна быть устроена анатомия лица. Все это с помощью Dodgen Burn будет возможно поправить. Периодически с подобного рода задачами сталкиваешься не только, когда запорол съемку. А когда, например, начинаешь только снимать. И свет еще не до конца выставлен. А модель уже стоит. Ну и мы по модели выставляем свет. И какой-нибудь кадр получается удачным. Когда свет еще не до конца выверен, не до конца выставлен. Тоже такое у меня в практике, во всяком случае, периодически случается. И тоже бывает обидно, когда кадр хороший, а по свету вот такой тотальный промах. Ну или не тотальный, а какой-то. И в этом месте, конечно, ретушь очень помогает. Это какие-то такие более-менее специфические задачи, которых я обычно в разборы особо сильно не выношу. Поэтому мне показалось, что, коль уж мы периодически и регулярно проводим подобного рода стримы, то на подобного рода прецеденте тоже можно было бы слегка заостриться. Так. Давайте посмотрим, что вы пишете в чате и в вопросах и ответах. Юрий просит называть вслух действия, которые я делаю. Я их, собственно, и называю. Я всю дорогу делаю одно и то же. На слое в среднесером я махаю осветлителем и затемнителем для того, чтобы перерисовывать теневой рисунок. Делать одни области светлее, другие темнее. Те темные тени, которые мне не нужны, я делаю светлее. Те светлые блики, которые мне не нужны, я делаю темнее. И переключаюсь периодически. На слепок всей картинки в режиме наложения color, где миксер брашен, я подмахиваю цвет из близлежащих областей, как пальцем смазываю, растушевываю из близлежащей области. Более рыженькой, например, привношу, вмазываю вот так вот хроматическую информацию в бывшую тень, которая по яркости своей стала посветлее, но при всем при этом осталась по цвету синюшненькой. Ровно два действия я делал, которые обозначил на одном слое Тодженберню, на другом миксер брашу для цвета. И все это происходит на протяжении какого-то времени. Никаких новых действий, не обозначенных, я не совершаю. Как я подтягиваю только цвет из соседних участков? С помощью миксер браша. Миксер браш – это замечательный такой инструмент. Если мы с вами посмотрим на... Да, что, собственно, посмотрим. Давайте я вам так покажу. Миксер браш – это такой растушевщик. Представьте, что это карандашный рисунок или какой-нибудь другой рисунок на бумаге. Мы берем с вами палец и начинаем растушевывать. Пальцем карандашный рисунок. Вот так вот я подтягиваю кофточку штрихами снизу вверх. Вот так вот я стеночку подтаскиваю справа налево. И точно так же я синюшненький цвет подтягиваю в центр щеки. Абсолютно не важно, что он темный, потому что у меня все это режет в режиме наложения color. Я только что вот из этого места штрихами втянул цветную информацию в какое-то новое место. Среди чем образом? Тут было синенькое, тут было порыжее. Я от рыжего двигал в сторону синего. У меня эта хроматическая информация туда проползала. Вот. Ну, это, собственно, одна из тем методики Доджен Берна и всех проблем, которые сопряжены с этой методикой. Потому что определенные гадости при Доджен Берне выползают. В частности, поползновения цвета. Ну, собственно, так мы эти поползновения и решаем. Так, смотрим, что вы пишете в вопросах и ответах. Яна просит показать, как сделать так, чтобы центр был обозначен крестиком в курсоре кисточки. Всем показываю, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот курсор кисточки кругленький, но посередине крестик. Вот, выбираю Photoshop, Preferences, Settings, Cursors. Шоу Кросс Херен, Браш Тип. Ну, так галка. Ольга пишет. Саша, как вы повышаете резкость фото для их публикации в соцсетях, просмотра со смартфонов? Да, в общем, никаким особым образом. Шарпен я кидаю и все. Либо шарпен на маленькие размеры, либо Unsharp Mask, если мне нужно чуть точнее все это дело сделать. Поднимаю я резкость, но после уменьшения, если это необходимо. Так, 10.80 у нас ширина в Инстаграме. Иногда я прям вот так вот делаю, BQB Sharper на редакшн. Либо, если в рукопашную, надо было поставить обратно BQB обычный. Дубль слоя, если это маленькая картинка, то могу зайти просто с обычного шарпена и проявить это в нужной мне степени, либо по маске, либо Unsharp Mask. Если мне необходимо выставить какой-то более-менее четкий радиус всего этого безобразия и отсечку. Ну, то есть базовое использование Unsharp Mask. Я редко повышаю резкость в принципе, и я не понимаю, почему все эти годы проблеме повышения резкости вообще уделяется такое безумное количество внимания. Мне это непонятно. Никаких сложных манипуляций я не употребляю. И зачастую обычного шарпена в моем рабочем потоке бывает вполне себе достаточно. Хотя вообще резко, редко эту самую резкость тяну. Ну, потому что ты либо в фокус попал, либо не попал. Если ты в фокус не попал, тебе уже ничего не спасет. После уменьшения легкий Unsharp Mask или шарпен. Так, вы как-то, дорогие друзья, не сильно на вопросы. Обычно вопросов больше, а не сильно на вопросы вы сегодня активны. Включить подсказку по кнопкам. Простите, как-то я запамятовал это. Так, ладно. Если с этой фотографией мы закончили, и по ней у вас нет вопросов, поставьте, пожалуйста, зеленый статус. Если по какому-либо из обозначенных методик, действий или прочему сейчас возникнут по этой фотографии вопросы, поставьте, пожалуйста, красный крестик. Это будет означать, что появится вопрос. Ну, по этой фотографии как бы да. Татьяна, а что бы вы еще с ней сделали? По-моему, с ней больше делать ничего не надо. Я у себя в Инстаграме сделал еще две манипуляции. Я убрал семиотику. Я видел, кто-то в чате говорил, что ему эта семиотика нравится, поэтому я ее решил не трогать. Но вот в Инстаграм я себе это повесил без граффити. Было граффити, нету граффити. Выделить, нажать Shift-Backspace, Content-Aware, ОК. И опять же в Инстаграм я повесил эту же версию картинки, где убрал еще вот этот блик вот на этой части перила. Я просто скопировал аналогичное с верхней части, поставил, позиционировал аккуратно. Аккуратненько проработал по маске края. Ну, для того, чтобы не втыкалось в девочку что-то прям суперсветлое, потому что оно является линией центра внимания. Но мне кажется, что и это все, потому что картинка больше ничего из себя не требует. Вам не нравятся трубы? Мне нравится. Мне кажется, что композиционно они здесь вполне себе вписываются, являются нужным пятном. И я в них не замечаю никакой проблемы. Они здесь, на мой взгляд, очень к месту. Не слишком ли светлая, спрашивает Сергей, правая часть лица? Ну, тут опять же я бы это назвал близким к какой-то сообщению. Мне она не кажется слишком светлой. Но если вдруг кажется, то мы с вами можем это очень легко скорректировать. Итак, мы с вами зайдем в равком. Мы с вами выделим объект Select Subject. И мы с вами возьмем с зажатой кнопочкой Shift кнопочку Intersect, которая будет означать, что то, что мы дальше нарисуем в плане маски, будет происходить только внутри текущей маски, то бишь выбранного объекта. Мы с вами выберем радиальный градиент и нижнюю челюстную часть лица мы с вами подавим по экспозиции. Но для того, чтобы все это дело не проходило на волосы, мы с вами потом волосы, точнее, отмажем по маске уже в слоях в Photoshop. Нижняя правая часть лица, да, она, наверное, чуть больше светловато, чем этого бы хотелось. Но не вся правая часть лица, а только нижняя ее половина. Мы сделаем вот так. И волосы, хотя я не могу сказать, что они сильно пострадали, черной масочкой прикроем. Так, Андрей пишет. Волосы нужно ретушировать? Я бы не стал. Если вы имеете в виду вот эти вот вырвавшиеся, я бы не стал. Если бы мне было необходимо это сделать, я бы это сделал либо healing brush, либо разложив нечастоты штампиком по высокой частоте. Я, в принципе, довольно редко вот эти вот штуки убираю. Мне они не кажутся недостатком. Нормальное поведение волос, это волосы, они периодически вылетают. Они добавляют и динамики периодически, еще что-то. Бывает такое, что на супер вылизанном каком-то портрете они типа не камильфо. Но мне кажется, что супер вылизанные портреты, вот эти вот, которые до сих пор остались в каком-то подобии тренда в бьюти-ретуши, они все-таки уже, слава богу, отходят. Здесь возникает вопрос на тему того, не как что-то сделать, некачественно или некачественно вы работаете, а на тему внутренних распределений хорошо-плохо. Что такое хорошо и что такое плохо. В моей вселенной вылетающие волосы не есть плохо. Ну, то есть, бывает, что они плохо, но прям не всегда, сильно не всегда. Что является допустимым, что не является допустимым. Это знаете, еще сюда же можно чего сказать. Часто бывают барышни, в основном, клиентки, которые просят убрать им подглазенные нижние веки. Ты им показываешь, что в этом случае щека начинает расти прямо из глаза, из ресничного ряда. И они перестают быть похожими на людей. Но вот они считают, что нижнее веко у человека – это плохо, что его не должно быть. И вот это вопрос, насколько стакан наполовину пуст или наполовину полный. Насколько какие-то вещи являются сидящими в пределах допустимого и даже красивого. В каком месте идет какое-то внутреннее сопротивление, внутреннее отрицание каких-то вещей. Так, скажите, пожалуйста, пишет Алина, серый фон слоя 3. Как сделать? При создании нового слоя у вас возникает диалоговое окно. При выборе определенного режима наложения, если режим наложения предусматривает нейтральный для себя цвет, то появляется, активируется возможность поставить галку «Залить». Слой нейтральным для данного режима наложения цветом. Для всей контрастной группы режимов наложения это будет средне-серый, для всей затемняющей это будет белый, и для всей осветляющей это будет черный. И если галка стоит, то слой создается в нужном режиме наложения, в данном случае софт-лайт, и уже залитый серым. Это вам на базовый курс к Андрею Равлеву. Девочка напоминает криминальное чтиво. Надо пересмотреть. Надо пересмотреть. А то как-то давненько. Так. Здесь все. Мы с вами можем еще один портрет классической ретуши посмотреть, поскольку у нас в своем время еще есть. Ко мне в эмиграцию тут недавно прилетала мама. Это моя мама. Говорит, Саша, сфотографируй меня на аватарку. Вот. Ну, давай, говорю, сфотографирую тебя на аватарку. Взял у нее разрешение, что на стриме можно показывать ретушь. Вот. Я говорю, мам, тебе, собственно, правда, аватарка нужна? Ну, в смысле, как бы один портрет, тебе не нужно эти фотографии солить в количестве двухсот штук. Он говорит, да, один портрет, но может быть два. Вот. Тогда я говорю, я на тебя буду ставить свет не такой, как я бы поставил, если бы тебе было нужно 200 тысяч фотографий, потому что в выигрышном свете выглядит мама сильно моложе. Как только свет начинает давать чуть более контрастный светотеневый рисунок, выползает много всяких интересных вещей, которых при нормальном освещении не видно, незаметно. Вот. Но так как была нужна одна фотография, условно один кадр, было понятно, что не придется ретушировать 200 тысяч фотографий. Если было бы 200 тысяч фотографий, я бы использовал другой сетап. Который бы не показывал всех каких-то, большинства каких-то несовершенств. Да, просто светом бы их скрывал. Но, так как у нас стоит задача сделать один хороший портрет, можно свет поставить поконтрастнее. Он даст более интересный, объемистый светотеневый рисунок. Ну, и одну фотографию все-таки подретушировать. Вот. Прежде чем ретушировать, давайте ее отконвертируем. Это у нас тоже с вами чистая равка. Чуть-чуть кропнутая. Больше здесь никаких вмешательств нет. Чего сделаем? Подобного рода портретики я всегда накрываю лутом каким-нибудь. В данном случае у меня идет лут наутилус, который подконтращивает картинку так, как мне не надо. Особенно в тенях он это сильно делает. Я чуть-чуть выведу, зайду сразу в кривые, сделаю уже знакомую нам операцию. Прямо хорошенько так проработаю тени. По балансу белого она у нас куда-то ползла, куда не надо. И справа у нас в гистограмме тоже дырка. Поэтому вайцы я подтяну. Блэксы я тоже еще чуть-чуть в плюс подтяну. И баланс белого чуть-чуть отравняю, чтобы кожа была чуть более кожного цвета. Число источников 2, 3, 3. Один рисующий, один вот здесь чуть-чуть совсем цепляет по волосам. Справа контровой и верхний контровой. Так, красная кофточка в таком виде нам точно совершенно не нужна. Color Range, раз, два. У меня немножко подсвечивается еще, да, вот этим выделением. Подсвечиваются какие-то детали на лице. В них отражается в том числе свет, который в свою очередь отражается от красной кофточки. Я немножечко внизу оставлю эту маску, пускай она там будет. Так, не интерсект, интерсект мне не нужен, мне нужен субтрект. Уберу из выделения линейным градиентом то, что у меня сверху. А вот здесь вот оставлю, пускай это выделение будет. Там я насыщенность этого рефлекса красного тоже подавлю. Убираю насыщенность. Все это превращается в какую-то страшную жуть. Потому что красный цвет имеет, не только красный, он имеет тенденцию к выбеливанию при десатурировании. Это связано с тем, каким образом по канальному меняется информация при десатурировании в данном случае красном канале. Поэтому мне придется его додавливать по яркостным и контрастным характеристикам. Я втоплю еще сюда немножко Clarity, чтобы все вот эти вот складки все-таки на среднечастотном уровне проявились. Потому что контраст вместе с насыщенностью в достаточной степени сильно проседает. И давайте-ка я запущу совсем слегка линейный градиент отдельный на экспозицию в минус с угла правого нижнего. Чуть-чуть подтяню уголочек. Такую вот нехитрую конвертацию мы сделаем. И, наверное, давайте чуть-чуть экспозицию приподнимем к пилюшечку. Вот. У нас прекрасный совершенно светотеневый рисунок. Очень объемный. Теперь, собственно, это надо отретачить. Картинка получается мягкая. Точка черного есть. Точка белого где-то близко. Близка к полноконтрастной. Чуть-чуть точка белого не дотягивается. Но я не буду тянуть. Пускай она чуть-чуть слегонца будет все-таки легкие запасики иметь. Как будто уже после ретача. Передам маме, ей будет приятно. Спасибо, Татьяна. Сергей, как прицепили лут? Для того, чтобы его прицепить, его для начала надо иметь. Этот самый лут. Эта тема раскрывается у нас на лайф-классах в классе, который называется «Три лайфхака для ретуши». Можете там посмотреть. Там об этом подробно рассказано. Я сначала, так, это у меня монитор грязный, да, это у меня монитор грязный. Я сначала прохожусь по мелким, точечным, либо линейным вот таким вот штукам. Меня часто спрашивают, почему я этого не делаю на частотке. Да, в общем, я не всегда до частотки-то дохожу. То есть частотка у меня в портретной ретуши не всегда, далеко не всегда встречается. Она у меня встречается в том случае, если поточка, каталожка какая-нибудь, да. Если это плюс-минус штучные истории, то никакой частотки. Поэтому я какие-то такие вот точечные, тонкие штуки, не крупного размера, я решаю прям рукопашным филинбрашем и не испытываю по этому поводу совершенно никаких трудностей. Привык. Продолжение следует... Так, вы знаете, что сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами хеленбрашинговый этап через минутку закончим и сходим на 10-минутный перерыв. Потому что если мы этого с вами не сделаем, то сервер на нас будет ругаться, там все испортится, сломается. Если мы с вами сильно больше одного часа будем сидеть без перерыва. Это нужно для того, чтобы файлы видеозаписи хранились не одним большим куском бесперерывным, а двумя поменьше. Поэтому мы каждый час или около того этот самый перерыв делаем. Так, поэтому с хеленбрашем я закончу, остальное мы сейчас решим на Dodgen Burn. Буквально какую-то мелочь прибрали, да? Посмотрю, что еще есть в вопросах. И пойдем попьем чайку. И потом вернемся. Татьяна пишет. Как прицепить лут в ЦР? Мы знаем, можно ли как-то напрямую, не через ЦР, в Lightroom подцепить луты. Так, Татьяна. Сейчас будет такой ламерский вопрос. Вам обратно от преподавателя. Так сложилось, что я в своем рабочем потоке Lightroom не использую от слова совсем. И я живу в мире, где Lightroom это АЦР плюс бридж. И все, что есть в АЦРе, есть в Lightroom. Точно так же, как мы в АЦР приделываем пресеты, через которые мы приделываем луты. В Lightroom этой кнопочки нет. Я имею в виду, что ответ на вопрос, как в АЦР прицепить лут, в моем мире дождественен ответу на вопрос, как в Lightroom прицепить лут. Товарищи присутствующие, те, кто знаком, да, вместе с Альтом. В АЦРе у нас, фу, в АЦРе, в Lightroom у нас же есть раздел пресетов. Он же у нас есть в АЦРе. В Lightroom он есть. Вот эта вот кнопочка с пресетами там есть. Есть. Татьяна. А-та-та. А-та-та. Так, и Наталья пишет. Среди ваших старых роликов недавно натолкнулась на фрагмент курса «Практика ретуши». Куда подевался такой замечательный курс, какова его судьба? Почил он в лете, потому что не пользовался популярностью в том смысле, что не был рентабелен. Потому что, ну, потому что сам формат «Практика ретуши» предполагал, что особо никакого лекторного, да, лекционного, точнее, материала я на нем не даю, что это такое место, куда можно приходить, потренироваться, получать от меня обратную связь. И, собственно, все онлайн, весь этот, собственно, курс, да, он посвящался только разбору ваших работ. И сильных желающих поработать и заплатить за это деньги особо не возникает. Поэтому те 90%, которые на это не повелись, в этом смысле победили, не голосуя рублем за этот курс, и курса больше нет. Но при всем при этом на творческой ретуши, как вы, может быть, знаете, на четвертом курсе в линейке по фотошопу мы с вами тренируем ровно то, что нужно вам. Вы можете идти по программе курса, которая есть, да, по творческой ретуши, а можете брать его повторно, если вам это необходимо, и использовать его, этот курс по творческой ретуши, собственно, как практику ретуши. И сдавать ровно то, что вам интересно и нужно. Продолжаем разговор. У нас тут в чате идут активные дискуссии на тему того, как загнать лут не в ACR, а в Lightroom. И я попросил Татьяну скинуть... Preset name, auto setting settings, тут только вот эти вот. И правда нет. Это с Altом вы нажимаете, да? С Altом без Alt одинаково вылезает вот эта штука. Так, ну, судя по всему, значит, они это как-то почему-то в ACR не прикрутили. Интересно почему, потому что они вообще всю жизнь все дублировали между ACR и Lightroom в плане функционала не каталогизаторского, а, собственно, картинка изменятельского. Вот. Интересно, интересно. Надо про это почитать. На сайте 3DLootCreator, помимо всего прочего, точно совершенно я видел тему, что каким-то образом запихивают луты внутрь XMP-шек. Но я в нее не вчитывался, потому что не было нужды. Потому что я-то работаю через ACR, и все прекрасным образом через него делаю. Опять же, видите, не оказывался в таких ситуациях. Ну, еще одно предположение. А та версия Lightroom, которую вы пользуете, она близка к последнему? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если все-таки через ACR прикрутить луты, они самопроизвольно не начинают появляться в выпадающем списке Lightroom в профиле? Ну, типа такая кросс-аппликационная процедура. В ACR добавил, в Lightroom само появилось. Сергей пишет, что начинают. Работаем с тем, что есть. Начинают, слава богу, пользуйтесь. Сейчас почему-то пропали, уже добавили. Не знаю, Татьяна, Google в помощь. Я не сталкивался. У меня в опыте этого, к сожалению, нет. Я вам ничего не могу подсказать, поскольку сам не сталкивался. И эту проблему не решал. Так. Мы с вами продолжаем ретушь и приступаем к Dodgen Burn. Софтлайтовый средний серый слой, по которому будем работать со светительным и затемнителем. Пойдем мы от общего к частному, то есть начнем мы с крупных пятен и потихонечку будем переходить к более мелким. То есть работа будет вестись на отдалении, потому что после того, как мы с вами крупные пятна, которые видно на отдалении, отретушируем, вполне возможно, что не будет абсолютно никакой нужды в том, чтобы ретушировать более мелкие. Возможно, картинка нашему восприятию уже покажется вполне чистой. Самая распространенная ошибка начинающих, а не только ретушеров заключается в том, что они работают под микроскопом. То есть уделяют внимание мелким деталям, бла-бла-бла. Ровно наоборот надо делать. Лицом к лицу, лица не увидать. Работаем на отдалении, за счет этого видим весь свет-теневой пятновой контекст. За счет этого можем принимать правильное решение на тему того, где нам нужно глобально осветлять, где затемнять. Если очень сильно приблизиться, контекст мы видеть перестанем, потратим уйму времени на всякую мелочь, которая после себя оставит крупные пятна, не отретушированные. Так, это у меня экран грязный. Нет, это у меня не экран грязный. Приведет совершенно не к тому результату, к которому мы должны прийти. Начинаем с крупных пятен, то есть с большого отдаления. Когда вы видите, что у меня загорается вот такой символ внизу, это значит, что я зажал Alt. С зажатым Alt осветлитель, который я взял в руки, превращается в затемнитель. То есть когда Alt зажат, на самом деле происходит не осветление, а затемнение. Когда ничего не зажато, вы ничего не видите, тогда происходят светлые штрихи, осветляющие штрихи. У меня одновременно в руках и осветлитель, и затемнитель. Работаю я кисточкой большого диаметра. При всем при этом давлю я на кисточку не сильно. Поэтому штрихи, за счет того, что я работаю на графическом планшете, гораздо уже заявленного размера кисти. Делаю я это для того, чтобы одновременно в руках иметь арсенал многих диаметров. Потому что если мне нужно сделать узенький штрих, я при выбранном диаметре давлю не сильно, и штрих получается узеньким. Если мне надо сделать вот прямо сейчас штрих потолще, я просто сильнее надавлю на планшет, на перо планшета. И без кнопочного изменения диаметра штриха в рамках заявленного размера штрих утолщится. То есть работая более крупной кистью, у меня одновременно в руке кисточка многих размеров, которая может уменьшаться и расти в зависимости от силы влияния. Если возьму маленькую кисточку и надавлю сильно, она большой не станет. А вот если беру большую и давлю не сильно, она маленькая, давлю посильнее, она большая. Продолжение следует... По мелочам мы с вами тоже пройдемся, им, безусловно, надо будет уделить внимание, но гораздо меньшему их количеству, чем можно было бы предположить, если бы мы с вами начали с этих мелочей. Потому что картинка уже за счет работы над более-менее крупными пятнами стала сильно чище, чем была за очень небольшой промежуток времени. Это те основные штуки, которые требуют вмешательства. микрододженберн, да, вот это вот под микроскопом мельтешения, оно, безусловно, иногда бывает нужным в разных случаях. Иногда это связано с характером кожи. Бывает кожа, если мы про людей говорим, да, бывает кожа, которая имеет очень такую неприятную фактуру, если кожа нездорова, такие очень глубокие рытвины, очень многочисленные. Тогда додженберн крупных пятен затруднен, и приходится вот самые крупные мелкие рытвины, крупные в смысле глубокие, приходится их убирать вначале, но в остальных случаях нет. И еще вот этот микрододженберн, когда надо долго-долго корпеть над мелкими-мелкими деталями, бывает нужен в том случае, если у вас этот портрет будет распечатан на витрину 3х3 метра, да, то есть когда это лицо будет в человеческий рост распечатано. В этом случае, конечно, приходится работать немного иначе. Но это весьма специфические задачи, с которыми не сказать, что суперчасто приходится сталкиваться. Во всех остальных случаях на микроуровень стоит переходить попозже. Собственно, основные какие-то штуки мы с вами поправили и приблизились. Можно чуть-чуть поработать с мелкой детализацией, но опять же делать это не повсеместно, а только там где-то на самом деле необходимо. Потому как при ретуши мы с вами пользуемся очень, может быть, для начинающих неочевидным принципом, который гласит, что хорошо – это не когда чисто, а хорошо – это когда что. Дорогие выпускники отвечают в чате. Когда равномерно. Спасибо. Если все грязненькое, но равномерно грязненькое, это зачастую лучше, чем когда все чисто. Мы убираем не грязь, а неравномерности. Бывает так, что кожа в каком-то условно одном, да, локальном месте выглядит не так, как должна. Мы не будем ретушировать всю кожу. Мы приведем данный какой-то отрезок, данную локальную какую-то зону к виду, когда она начинает быть консистентной относительно близлежащих. Это такое, из разряда рекламы Ментоса. Конкретно такой рекламы, по-моему, не было, но смысл в том же. Помните, когда дядька какой-то в пиджаке садился на покрашенную скамейку. У вас спина в краске. Вот. И вместо того, чтобы как-то паниковать, он полностью заделывался этими полосочками, докрашивая себя. Типа так и должно быть. Вот. Если на белую рубашку посадить пятно от кетчупа, это пятно от кетчупа. А если плюс-минус одинаковых пятен понасажать по всей рубашке, то это уже не пятно, а это уже паттерн. Смысл в равномерности. Не обязательно, чтобы рубашка была чистой, чтобы она хорошо выглядела, чтобы это не выглядело как пятно. Достаточно понасажать других пятен рядышком, и будет все окей. Это, конечно, очень такой отдаленный взгляд на это. И, безусловно, есть частности. И в каждом отдельном случае надо анализировать всю эту ситуацию на конкретном кадре. Но общий принцип такой. Мы не стремимся к чистоте. Мы стремимся к равномерности. Продолжение следует... Ну и чем дальше влез? Чем глубже мы с вами проникаем в 21 век, тем сильнее видоизменяются, естественно, стандарты. Редуши какие-то, хотя стандартов нет, есть тренды. И то, что было хорошо и трендово, условно, 10 лет назад, уже совершенно не трендово. Когда-то хорошо было чисто, и потом в какой-то момент вот эта сентенция «хорошо равно чисто» сменилась с сентенцией «хорошо равно равномерно». Не обязательно чисто. Типа ближе к натуральному. Сейчас сентенция вот эта вот, да, она опять потихонечку меняется. В каких-то областях ретуши и фотографии на тему того, что уже и равномерно. Не так уж, что и хорошо. Все ближе-ближе к Аляну Тюрелю. Но тут очень сильно зависит и от ваших каких-то личных вкусов, и от специфики аудитории вашей. Ну и от заказчика, если вы работаете на заказчику. У него могут быть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Раньше было модно, когда портрет хорошо отретуширован, качественно. Теперь хорошо не когда портрет отретуширован хорошо, а когда человек на нем выглядит хорошо. Хорошо отретушированный человек, а хорошо выглядящий человек. Это не одно и то же. Поэтому бороться тотально со всеми возможными пятнами, которые мы вполне себе можем с технической точки зрения заретушировать, мы бороться не будем, мы достигнем какой-то относительной равномерности и постараемся сделать так, чтобы перед нами оказался не хорошо отретушированный человек, а все-таки хорошо выглядящий. Где конкретно проходит эта черта, никому неизвестно. Более того, она в каждом случае будет в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей, в зависимости от ракурса и света и от задачи, в том числе, эта линия будет плавать. Поэтому очень частый вопрос, как понять, когда остановиться, останется без ответа. Потому что ответить на него нельзя. Ну или сказать можно, что для разных людей ответ будет разным. Так, сейчас я начну перебарщивать, но я все-таки это сделаю, потом помигаю и отравняю степень воздействия. Сделал еще один додженберновый слой, чтобы не смешивать одно с другим, один додженберн с другим додженберном. На первом додженберне я избавлялся от каких-то анатомических штук ненужных. На нем же, на этом додженберновом слое я отрабатывал какие-то чуть более мелкие анатомические штуки. А вот сейчас я занимаюсь выглаживанием и плавностью градиентов, свет-теневых переходов на лице. И вот как раз здесь, именно эта манипуляция, она может оказаться лишней. Ее лучше сделать, помигать, посмотреть как лучше с ней или без нее, и с какой степенью воздействия этого слоя будет получше, а с какой похуже. Сглаживаю свет-теневые переходы. И в основном это касалось вот этой области. Так, он будет срочно протереть монитор, потому что давненько я этого не делаю, уже не понимаю, это пятна где-то у меня на мониторе какие-то пылинки, или это пятна на картинке. Так, слепляю картинку на новом слое, Alt-Shift-Ctrl-E, перевожу в режим цвет, color, вооружаюсь миксером, и там где у меня были тени какие-то, тени ниже по насыщенности, я их высветлил, но при этом насыщенность никакая ниоткуда не пришла, поэтому точно так же, как в предыдущей картинке, я из близлежащих областей начинаю подтягивать на серенькие области новую хроматическую информацию. И то, что стало серым от Dodgen-Bern, оно на самом деле и было серым, серым просто было темнее, и мы там цвет не различали, а сейчас оно стало посветлее, мы уже начинаем различать цвет в участках посветлее, а он там серенький, как и был. Поэтому подтягиваю новую хроматическую информацию из близлежащих областей для того, чтобы там образовался кожный оттенок. Вот тут было серенько, пятнами такими, да, вот оно перестало быть сереньким. После того, как мы это сделали, можно чуть-чуть еще подрихтовать на Dodgen-Bern, если мы видим в этом необходимость. Я на среднем таком отдалении, когда все лицо влезает в кадр, не супер далеко, для того, чтобы оценивать общий пятновой контекст в достаточной степени близко, чтобы различать отдельные пятна, мелкие. Я немножечко еще совсем капелюшечку пройдусь по тем пятнам, об которые спотыкается мое восприятие и которые не позволяют по картинке плавно скользить, которые сильно выделяются из своего пятнового окружения. Такие пятнышки я подотру в угоду принципа равномерности. Я думаю, что больше я ничего с мамой делать не буду, потому что мы и так с вами тут наретушировали уже. Пора бы остановиться, прямо скажем. Давайте посмотрим, что происходит у нас в чате и в вопросах и ответах. Александр спрашивает, за кем можно следить, чтобы отслеживать тенденции или просто тренировать на осмотренность. Александр следить за миром. Там, как бы это сказать-то, быть в повестке. Смотреть разное. Чем больше разного, чем более разнообразного у вас будут источники информации, тем уравновешеннее будет ваше понимание на тему того, что в мире творится. Не касается конкретно ретуши. Если вы будете подписываться на него, на него и на нее, и больше ни на кого, вы не составите какой-то более-менее объективной картине происходящего. Поэтому за кем можно следить? За всеми. За кем можно и за кем нельзя. Так. Перехожу к вопросам. Андрей пишет. Есть ли у вас новые инсайты в плане помощи искусственного интеллекта ретушеру? Будут ли по этому поводу новые живые классы или что-то подобное? Инсайтов прям нет. Новая версия Midjourney делает все по умолчанию суперфотографичным. При копипасте более-менее правильного запроса, я имею в виду всего того, что в подвале есть, вот это вот cinematic lighting, deprecated details и прочего абзаца тех пояснений, которые надо давать нейросети, чтобы она вам сделала все фотореалистично. Вот. Вы один раз себе это копипастите. Их много этих, да, списков. И они плюс-минус все работают в открытом доступе, лежат в интернете в миллионах просто вариаций. И все они рабочие. Собственно, дальше улыбаемся и машем. Я не очень понимаю, какие живые классы на эту тему можно записать. Что я вам там скажу? Оплатите MidJourney, зайдите в него, напишите, что вам надо и дальше скопипастите. Вот этот кусок и будет вам красота. Ждем каких-нибудь плагинов, которые будут, они уже есть, всякие разные, альпак, например, которые имплементируют все то же самое, что вы можете сгенерировать на стендалоне, на сайте, они имплементируют прямо в фотошоп. Пока что это не MidJourney, не далее, по-моему, не далее. Пока что это интересненько, но пока тихонечко за ними понаблюдаем. Пока что нет ничего такого, что мне бы совесть позволила записать в лайв-класс. Ну, потому что, по-моему, это инфо-цыганство уже. Ну, там рассказывать особо не о чем. Или все настолько обленились, что сложно зайти на YouTube, посмотреть трехминутный ролик, какой угодно. Там нет какого-то глубокого материала, который можно было бы рассказать. Профанация. Не в плане самих нейросетей, а в плане каких-то курсов по нейросетям. Я как-то так это вижу. Татьяна, он будет очень коротким. Я уже как бы его вам объяснил. Вам хочется зрелища, вы думаете, что там очень много всего, в чем можно покопаться. Можно об этом три часа рассказывать, но это будет вода про воду. Все в итоге как бы полезное заключается в следующем. Вы как-то более-менее формулируете, что вам надо в голове по запросу, пишите этот запрос в нейросетку, потом копипастите абзац текста. Он всегда будет одинаковый. Подвал. Нажимаете на Enter, получаете результат. Что вы хотите еще знать? Больше нечего. У меня это так в голове выглядит. Воды налить можно много. Смысл от этого будет ноль. Андрей на этот раз спрашивает. Можно по окончании ретуши померить пипеткой яркость светлых и темных участков в лап на лице? Да, можно. По окончании ретуши померить пипеткой яркости светлых и темных участков. на лице. Темный участок на лице вот. Вот тут светлый участок вот кончик носа. Я не очень понял, зачем я перешел в лап, потому что тыкалка лаповские значения вам тоже всегда показывает. Андрей, а если не секрет, а зачем? Почему вас интересует именно лап и что вам эта кипетка даст? ну то, что мы с вами измеряем контраст сейчас, это очевидно. Если мы меряем самые светлые, самые темные, вот он вам контраст. я не понимаю, зачем. Тут есть какие-то значения. Описываем происходящее. Из этого описания не следует, что что-то потом произойдет так же, будет хорошо, если будет так же, или будет плохо, если будет так же. Я в этом месте немножечко напрягаюсь, как это. Встаю на изготовку, потому что это пахнет цветокоррекцией по числам, ярм противником которой я являюсь. Попытка переносить формальные циферки на какие-то, совершать на этом уровне какие-то принципы в картинках, если говорить о том же самом портрете, это то, куда нам не надо. и это удел тех, кто картинками заниматься может быть и должен, но исключительно в техническом смысле. Никак не в художественном. Андрей, то, что говорит Журавлев, что нормальная яркость от 60 до 80, надо смотреть контекст, в котором он это говорит, но я категорически в принципе не согласен, что какая-то там яркость на лице от каких-то 60 до каких-то 80 должна быть. Она может быть от 0 до 100. И баста карапузики. Это очень формальный подход, который про сухую математику, который безусловно описывают многие процессы в этой вселенной, точнее все, но который не терпит, к сожалению, никакой критики, когда дело переходит в плоскость практики. И тем более художество. Поэтому попытаться с технарской точки зрения писать художественные процессы, которые безусловно влияют на конечный результат, который вы будете оценивать не пипеткой, а своими глазками и соотнесением того, что вы видите с тем, что у вас есть в базе накопленной осмотренности, я бы сказал, что это вредный совет. Но так или иначе, тема для дискуссии нельзя сказать, что я прав, или Журавлев прав, точнее в том, что кто-то из этих теорий, кто-то из этих подходов, цветокоррекция по числам это хорошо или плохо, что вы прав. Да, она действительно есть, но я бы в качестве контраргумента все-таки со своей позиции, в которой я нахожусь, я бы призывал вас все-таки не принимать решений, исходя из нее. На нее можно где-то как-то ориентироваться, принимать во внимание, если очень хочется, если вы так привыкли, но не полагаться на нее. Вот. Я это воспринимаю как так, потому что картинки все очень разные, и на то, как должна выглядеть кожа, влияет от картинки к картинке такое количество факторов, которые невозможно упихать в простую синтенцию от 60 до 80. Мама сказала, деньги в бедоне. Ну и все. Поэтому просто с осторожностью имейте ввиду, что простых решений, как правило, не бывает. Вот что мы всегда делаем так, вот у нас есть от забора до обеда, и все туда прекрасно вписывается, и описывать все штуки можно и нельзя. Я бы сказал, что эти от 60 до 80 это прям настолько какие-то усредненные штуки, которые подходят, ну дай бог, к 15% всех фотографий на земле. Не знаю. Вот. Так. Мы с вами основную часть закончили. Я шквал вопросов не вижу, и может быть это и неплохо. Поэтому я вынужден вам еще раз показать, напомнить точнее, что у нас тут безумные скидки, и наш отдел продаж таким образом через этот слайд пытается вызвать в вас желание поскорее все купить. вот. Я в свою очередь пытаюсь всю ту аудиторию, которая у меня еще не училась, сподвигнуть на то, что сначала надо сходить к Андрею Уравлеву на первую и вторую ступень, и только потом идти ретушировать картинки. После того, как вы узнаете, чем отличается софтлайт от оверлея, какие режимы кладут точку белого, какие поднимают точку черного, а какие двигают их влево и вправо, как устроена поканальная картинка, что это вообще все такое, и как сделать аккуратную какую-нибудь маску для волос. Вот. Этому всему учит Андрей Журавлев на своих курсах, ну а мы после того, как вы выучились всему этому у Андрея Журавлева, эти инструменты все применяем на боевой практике, и собственно приступаем уже к ретуши. Вот. это сообщение от продажников наших, что у нас скидки покупайте от меня, покупайте пожалуйста еще у Журавлева, только потом меня. Так, и наверное такое еще одно напутствие. прежде чем идти ко мне на курс, убедитесь пожалуйста, что вы готовы вкалывать, что вы избавились от каких-то жизненных своих сценариев на тему ой, я забыл, ой, у меня не получилось, а вот тут поковырять еще я хочу поныть. курсы мои, во всяком случае коммерческая ретушь, да, это очень интенсивная штука, на которой потребуется, как я уже сказал, знание, материал, который дается на курсу Журавлева, также внимательность, дисциплина, усидчивость и трудолюбие. Те, кто не замотивирован на все это дело и начинают всячески впадать в детство и поведение третьеклассника на тему я забыл сделать домашку или что-нибудь из этой области, сталкиваются с не очень приятной чертой моего характера, о которой вы можете прочитать в комментариях, в отзывах, оставленных вашими предшественниками на страницах соответствующих курсов. Те, кто работают усердно и не занимаются раздолбайством, те с этой моей неприятной чертой характера не сталкиваются. Вот. Ну, в смысле просто давайте все будем взрослыми и ответственными. Вот так. Это на тему того, какой челдрянгат. вот с теми, кто безответственный и нетрудолюбив, с теми гад. Так, Александр пишет, с левой стороны белый блик, с ним ничего не делать. Так, Александр, я не вполне понимаю. Давайте я вас переспрошу. Вы пишете с левой стороны, вы имеете в виду с ее слевой или слева по кадру. Для меня левая сторона это вот тут, они как нас учили на уроках по биологии. Вы имеете в виду вот этот контровой на виске на ее левой стороне лица. Блик на лице справа это рефлекс, который туда специально посажен для того, чтобы немножечко проработать теневую сторону лица. В зависимости от того, как вам он воспринимается, вы можете его оставить как есть, можете сделать поярче или можете его вообще убрать. С точки зрения общей теории, если рассматривать классический академический рисунок гипсового шарика, у нас с вами будет несколько светотеневых зон. Блик, полутень, тень, рефлекс. Если мы с вами на этом шарике убираем какую-либо светотеневую зону, можно создать такой свет, когда какой-нибудь из этих светотеневых зон не будет. Ну или отредактировать так, чтобы ее не стало. Шарик теряет в объемистости. Посему рефлекс является формообразующим, я в нем ничего страшного не вижу. Если ваше восприятие, восприятие людей реагирует по-разному, если вам в подобного рода ситуации он покажется лишним, вы можете его убрать. Мне он лишним не кажется. Тут вопросы в личных хорошо-плохо, нравится-не нравится. для меня он подбивает форму. Ну, потому что форма считывается за счет чередования светлых и темных областей. Если внутри одного объекта у нас чередуется светлое, темное, темное, тем больше чередований, тем больше ощущение объемистости и выполнение базовой задачи, технической задачи любой фотографии передачи 3D объем на 2D плоскости. соответствующим образом. От светлого мы переходим к темному. Если дальше никаких переходов не будет, в объеме мы проиграем, чем если будет от светлого к темному опять к светлому. Так, Татьяна пишет. Тут был вопрос. На творческую можно прийти без коммерческой? Какая нужна программа минимум навыков? Я уже подзабыл. Можно прийти без коммерческой. На коммерческой мы с вами так или иначе практикуем и учимся техническим в основном методикам как упихать нужные пиксели в нужные нам яркости, оттенки насыщенности. Тренируемся мы в основном на портретке. Это DodgenBurn, частотка и кое-какие вещи по цветокоррекции. так или иначе это курс скорее технический. В то время как на творческой ретуши мы с вами делаем упор на то, что нужно сделать с картинкой безотносительно инструментов фотошопа. Понятно, что мы будем привлекать инструменты фотошопа, чтобы что-то сделать. Мы с вами будем говорить, что вот здесь пятно, вот это пятно композиционно перевешивает вот это пятно. Поэтому нам в фотошопе вот от этого пятна надо избавляться, делая его темнее, краснее, зеленее. Мы с вами не концентрируемся как в фотошопе его сделать темнее, краснее, зеленее, потому что предполагается, что вы это уже знаете. Мы с вами на творческой так или иначе больше внимания будем обращать не на кнопочно технически, методологически фотошопные вещи, мы с вами будем обращать внимание на какие-то вещи, которые внутри самой картинки как художественной сущности присутствуют или отсутствуют, и как ее поменять вообще в любом редакторе, ну фотошоп единственный нормальный, ну ладно, гимп еще какой-нибудь есть, ну то есть это в меньшей степени будет привязано к вопросам техник и кнопочек, поэтому на творческой редуши обсуждаются все-таки в первую очередь немножко другие вопросы, и чисто теоретически, если вы не умеете идеально доджинбернить или там идеально частотить, но у вас при этом есть багаж знаний первой, второй ступени базового продвинутого уровня Андрея Журавлева, вы вполне материал творческой поймете и освоите. Насколько аккуратно вы сможете сделать те или иные технические манипуляции, требующие все-таки технического навыка, тут вопрос, коммерческая редуши в этом смысле конечно вам поможет, но так, чтобы прийти на творческую и ничего не понять, потому что вы не были на коммерческой, нет, такого не будет. Какие умения критичны для творческой? Базовый продвинутый курс. Коммерческая редуши будет очень полезна, но не критична. Еще раз навыки. Владение кривой, идеальное понимание по канальной кривой, любой ее формы, что, когда, куда делаем в кривой. Раз. Два. Маски все возможные и все невозможные, ручные, канальные, может быть там векторные. Весь пласт масок, весь пласт пластов наложения, режимов наложения, маски режима наложения кривые, да это вот такая основа, которая в общем-то на базовом продвинутом закладывается. Вы должны прям очень хорошо разбираться в этих темах, понимать, что куда нажимать, что из чего делать, как с чем комбинировать, через режим наложения, через кривые, через поканальные устройства картинки, через маски. Ну, проявка как бы, ну да, проявка есть цветокоррекция. Если вы понимаете все то, что я перечислил, то по дефолту это означает, что проявку вы тоже умеете, потому что за ползуночками скрывается все то же самое. Блок юстерейшен еще, пожалуй, да. Проявка это все то, что я перечислил, только встроено в отдельный технический блок и спрятано за ползунками. Да, проявка, конечно, тоже понадобится. Так, друзья, товарищи, если всем все понятно и мы можем расходиться, я от вас ожидаю зеленого статуса, если сейчас прозвучат вопросы в чате, то статус красный. Красных крестиков не вижу. Я надеюсь, что вам было интересненько на нашем сегодняшнем между собой чеке. Учение, как известно, свет, не учение, как известно, тьма. Приходите к нам еще, будем рады вас опять. Всем спасибо и до новых встреч в онлайне. Не забывайте про скидки, они действуют до 30 апреля. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok